В этом уроке я вам расскажу, как пользоваться моделью подготовки к переговорам. Когда мы имеем дело с продажами, то иногда продажи заканчиваются чистой продажей, то есть сделка совершается без изменения первоначальных условий. Мы ничего не меняем в своем предложении, в условиях завершения сделки или совершения сделки. Цена неизменная остается. То есть в процессе продажи с помощью аргументации, без изменения своего предложения совершается сделка. Но когда другая сторона начинает вносить какие-то встречные свои предложения по поводу изменить что-то в самом продукте, в условиях, в сроках, в стоимости, в способе оказания услуги, например, да, или предоставления какой-то продукта какого-то, да, то есть начинаются встречные какие-то предложения, то это уже переговоры. Переговоры, по сути, это процесс, в котором стороны, обсуждая разные варианты возможного соглашения, они двигаются, собственно, к завершению сделки и к продаже. Но в процессе переговоров существенно может измениться сама, в общем-то, суть сделки, да, то, что было изначально, оно в процессе переговоров может как-то трансформироваться. Вот, поэтому, когда мы готовимся к переговорам, то здесь нужно учитывать разные варианты того, как вообще процесс сделки может двигаться. Итак, модель подготовки, она помогает подготовиться и понять, что мы должны быть готовы выложить на стол переговоров. Выложить на стол – это значит, о чем я готов говорить открыто, да, потому что бывает, что мы какую-то цель озвучиваем, да, какая-то цель есть субъективно наша, и мы ее не открываем, например, да, потому что двигаемся вокруг целей и потребностей покупателя, например, да. И, значит, что модель подготовки, она позволяет сформулировать цель и в этой цели определить, в чем будет мой минимум, то есть на что минимально я согласен, и мой максимум, что я максимально готов в этой сделке взять. И дальше у нас в этой модели есть четыре колоночки, да, и вот они постепенно открываются. Мои интересы, потом их интересы, открывается колонка, да, потом варианты и легитимность. Давайте каждую подробно расскажу. Мои интересы, что меня действительно заботит, то есть что я хочу в этой сделке. Мои ожидания, мои желания, мои потребности, мои заботы, надежды, страхи, опасения, да, все это мы пишем, описываем в колоночке «Мои интересы». Колоночка интереса другой стороны, их интересы. Что, по моему мнению, действительно их заботит? Их желания, заботы, надежды, страхи, опасения, возражения и так далее, да, то есть мы предполагаем, как будто мысленно встаем в тапки клиента и предполагаем, что интересует, что заботит вторую сторону в этой сделке. Дальше на пересечении «Мои интересы» и «Их интересы» мы простраиваем варианты, возможные, предполагаемые варианты соглашений, до которых мы можем договориться на самом деле. Но все варианты, которые вы сюда запишите, вы можете записать, вот если вы пишете один вариант, то вы не подготовились к переговорам, потому что у вас нет диапазона, куда вы можете двигаться. Но если вы подготовили 3, 5, 7 вариантов, да, там, ну, чем больше вариантов, причем очень важно, каждый вариант, который вы пишете в эту колоночку, ваша задача чувствовать, что вы с любым из этих вариантов согласны, на любой из этих вариантов вы готовы. И когда вы пишете свой минимум, это тот минимум, на который вы согласны, он не должен быть вам в ущерб. Это ваш минимум, ваш предел, но он для вас тоже выгодным является. И ваш максимум, это ваш, может быть, желаемый ваш уровень, в котором вы возьмете максимум из этой сделки. И вот эти варианты, они лежат вот в этом пространстве, от минимума до максимума, да, и там разные-разные комбинации того, какие варианты достигнутого соглашения могут вас устроить. Колоночка легитимность – это то, на что вы будете опираться в переговорах. По сути, что легитимность – это законность, законность каких-то ваших требований, выдвигаемых предложений, той ценовой категории, которую вы предлагаете, на какую юридическую поддержку вы опираетесь. Это могут быть принятые законы какие-то, да, приказы, ну, в той местности, где вы совершаете сделку. Либо же это могут быть какие-то внутренние договоренности, да, например, внутренний приказ или внутренняя какая-то база, да, правовая организации. И даже я вам хочу сказать, что, например, переговоры бывают иногда в несколько этапов идут, и когда стороны записывают даже записи, о чем они договаривались в прошлый раз, записи, либо, может быть, даже ведется какой-то протокол, в котором учитываются моменты, о которых договаривались, то возврат вот к этим предыдущим протоколам предыдущих встреч тоже является моментом легитимности. На это можно опираться, потому что, ну, знаете, бывают стороны переобуваются в воздухе, как говорят, да, там раз и поменял свою точку зрения, или ой, раз, а мы там про это не говорили, а у вас это записано. Поэтому вести записи в процессе встречи – это тоже поддержка вашей легитимности, то есть на что вы можете опираться. Это могут быть также статистические данные, которые поддерживают, да, что вы не с воздуха берете эту цену, стоимость, а она имеет, в общем-то, право быть, так как это среднестатистическая цена на тот или иной товар, продукт, услугу и так далее. То есть легитимность – это то твердое, что дает вам опору в вашей правоты в переговорах. И дальше есть еще два момента, да. Первый – это моя альтернатива на случай ухода. В переговорах есть такое понятие, как наос – наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению, что если я не с этими, не с этим клиентом, не с этим партнером достигаю вот какого-то из этих вариантов, допустим, в процессе переговоров вы ни о каком варианте не договорились, то у вас должен быть подготовлен запасной вариант. Если не с этим клиентом, то у меня есть еще один, два, три на подходе, да, или там на примете. Что я сделаю на случай ухода, если мы не договоримся, да, то есть продумывание плана «Б», так скажем. На самом деле никто не запрещает и с этим клиентом, и еще с другим тоже договориться. Но если не с этим, то у меня есть другой, с кем я вот эти варианты обсудить смогу, и с кем я смогу договориться точно. Зачем нужно это продумывать? Очень важно, когда в переговорах вы участвуете, нужно чувствовать вот эту непривязанность, да, не заискивать, не быть слишком заинтересованным, не держаться за клиента и за эти варианты. То есть чем более свободно мы держимся, без вот этой вот зависимости и страхов, тем больше мы интересны клиенту. Вот, поэтому всегда нужно понимать, какая у меня есть альтернатива на случай, если с этим клиентом я не договорюсь. Это дает вам свободу в переговорах. И последнее, о чем нужно подумать в модели подготовки, это обязательства. Если мы достигаем соглашения, то на какие обязательства мы бы могли договориться? Обязательства, которые я беру на себя, и обязательства, которые клиент или партнер берет на себя. По сути, вот эти обязательства – это процесс реализации, то есть сделки, о которой вы договариваетесь, да, то есть как это будет вообще, в каком процессе двигаться. В общем-то, это то, что пойдет потом в договор. Потому что если мы не подумали про эти обязательства, то каждая сторона может по-своему их интерпретировать, да, и вот, например, о каком-то варианте договорились. Хорошо, это первая такая, скажем, отсечка договоренности, а дальше нужно договориться о взаимных обязательствах, чтобы их подкрепить, и, ну, собственно, там, санкции или последствия невыполнения обязательств. Потому что достичь договоренности по одному из вариантов – это еще не выигрыш в переговорах, потому что потом еще этот вариант нужно исполнить. И в исполнении обязательства несут обе стороны. Вот, об этом всем нужно подумать, и тогда вы на переговоры будете идти более подготовленными. И вот здесь следующий слайд, он на примере. Пример, допустим, подготовиться к переговорам относительно поставок 300 килограммов кофе в месяц. Минимум, на который мы согласны. Это кофе по цене 30 долларов за килограмм, и максимум, на который согласны, по цене 20 долларов за килограмм. То есть мой минимум и мой максимум. Максимум, насколько я готов двигаться вообще. Ну, вот здесь минимум и максимум. Люди, бывает, по-разному понимают, но главное, чтобы вы понимали, где вы себе подразумеваете минимум, а где максимум. То есть здесь в данном примере максимум – это насколько я готов… А, ну, в принципе, все правильно. Да, максимум – это моя самая выгодная цена для закупки, поставки, поставки. Ну, поставки, правильно. Здесь вообще идет речь о закупках кофе. Идет речь о закупках кофе. Поэтому цена 20 килограмм – это самая выгодная цена для закупки. А цена по 30 долларов за килограмм – это высокая цена, самая высокая цена для закупки кофе, на которую я согласен. Согласен. Итак, мои интересы. Что меня как закупщика кофе волнует? Нужен поставщик с собственным производством, чтобы у него было собственное оборудование, оборудование, рецептуры, да, и там, допустим, обучение под этим рецептуром. Их интересы. Они бы хотели продавать по 33 доллара за килограмм, хотели бы разместить, поставщики хотели бы разместить в наших предприятиях рекламную продукцию и, собственно, с нами престижно работать, да, что мы такой сильный бренд, как потребитель этого кофе, что для них это повышает их имиджевую составляющую. Какие есть варианты? 22 доллара за килограмм с их оборудованием, 25 долларов за килограмм с их оборудованием, 30 долларов за килограмм с рекламой, скидкой в сети ресторанов, с рецептурой, оборудованием и гарантиями своевременных поставок за их счет. То есть, чем дороже мы покупать готовы, да, тем больше требований выдвигается другой стороне. по качеству, например, и тем больше, может быть, обязательств в договор пойдет. Легитимность, да, на что опираемся? В чем здесь есть такая вот легитимная опора, законная опора? Статистические данные по уровню цен на кофе в регионе, то есть, если мы говорим, что 30 долларов – это потолок, и 33 доллара вообще-то в статистике, в статистических данных по данному региону нет такой цены, то мы здесь имеем право эту цену, 33 доллара за килограмм, вообще ее, ну, отвергнуть, так скажем, и настаивать на своем уровне цен, что приемлемые цены от 20 до 30 долларов за килограмм, и это подтверждают статистические данные по уровню цен на кофе в данном регионе. Альтернатива на случай ухода. Если я не с этим поставщиком, то с каким? Да, есть варианты. Есть рекомендованный поставщик с ценой 27 долларов за килограмм, но без собственного производства кофе. Допустим, мы на этот момент соглашаемся, да, просто проверяя качество, подтверждение качества той продукции, которую они продают. И какие обязательства мы готовы на себя брать, да, то есть понимая наши обороты, и мы обязываемся эти обороты поддерживать, чтобы наш, скажем так, объем, да, оборотов, которые мы закупаем, 300-400 килограммов кофе в месяц, да, в течение года мы бы вот этот объем поддерживали. Это наши обязательства, мы на него идем, например, да. И работа по предоплате, допустим, да, не более 30%, что есть предоплата на поставку, а дальше идет уже постоплата. Разные вот такие обязательства, варианты того, как могут быть оплаты, постоплаты, отсрочки, какой объем ежемесячно закупаем, или предоставляется, каковы сроки, ну и так далее. Это все продумывается, все, что пойдет потом в договор. Вот такая модель подготовки. Опираясь на нее, можно подготовиться к любым переговорам. Желаю вам успеха в том, чтобы вы переговоры очень успешно и готовились к ним, и успешно совершали сделки, опираясь на вот такую качественную подготовку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...